народ всем привет с вами халеба евгений а значит пришло время поговорить о финансовых рынках это мой еженедельный анализ и прогноз финансовых рынков и в этом выпуске мы с вами затронем тему что же такое нейтральная ставка которая говорит фрс я покажу это наглядно также мы посмотрим как ведут себя ставки на финансовом рынке сша и посмотрим если предвестники финансового и экономического кризиса на мой взгляд мировая экономика уже входит до скажем так в экономический кризис и насколько он будет глубоким и затяжным это будет зависеть от факторов которые на сегодняшний день наиболее актуально это конечно же санкции против россии и здесь мы должны понимать что выпало не только энергетика российская да но и западные рынки вот потеряли западная как компании теряют вот такую долю рынка которая приходится на россию из надо сказать она точно не маленькая вот она заместить ее конечно будет невозможно поэтому здесь нужно понимать когда чем это все закончится на мой взгляд конфликт война затянута я не специалист в этом деле но по-моему это уже too much то есть такое уже невозможно простить и списать тут уже дай бог чтобы не было дальше эскалации но не будем называть что может быть дальше вот ну что ж давайте абстрагируемся иначе никак потому что конечно нужно учесть эти все события но как их спрогнозировать учитывая что я не военный аналитик да я не геополитик поэтому я сконцентрируюсь чисто на макроэкономических факторах и на поведение рынков по традиции мы начнем с блока по макроэкономике и давайте без лишних прелюдий начнем первая картинка это бич до скажем так текущая проблема большая проблема это проблема инфляция годовая инфляция в развитых странах мы видим что средняя инфляция по развитым странам черная линия продолжает тоже нарастать все все страны подвержены высокой инфляции даже швейцария которая традиционно до имеет мягкую денежно-кредитную политику и фактически дефляционный цикл он у нас наблюдается дефляционный цикл можно сказать ну если так посмотреть то с 10 с 2010 года в года выше одного процента инфляция не поднималась когда в этом по инфляции на сегодняшний день уже больше двух также япония которая она продолжает находиться в рецессии тоже у нас имеет место здесь инфляционный фактор что тоже любопытно ну понятно что впереди планеты все у нас американцы с их инфляции почти под восемь процентов ну не отстает конечно великобритания не отстает европа не отстает канада ну мы видим такой синхронный рост до синхронный рост инфляции очень любопытный момент на самом деле ну причиной я не буду называть мы они уже тысячу раз озвучены на мой взгляд бороться с ними можно только рецессии то есть запустить дефляционный цикл и в общем-то центральные банки скорее всего выбирают из двух зол наименьшее не дать позволить войти мировой экономики в стакфляцию да потому что из стакфляции выходить гораздо сложнее чем с рецессии поэтому я больше чем уверен что впереди нас ждет рецессия цикл дефляции даже вернее так сказать цикл дефляции да и ну после чего вероятнее всего киеве какие-нибудь дальше продолжится то есть политика будет смягчаться но скорее всего это не будет ранее там 2025 года и так далее вот поэтому на сегодняшний день вот эта картинка она на самом деле самая весомая ну так же как и безработицы а следующий этап это следующая картинка это положение в реальном секторе это сектор производства который производит товар на материальные запасы то есть там товара длительного пользования гражданского назначения то есть это бытовая техника сроком службы там от трех лет ну и там ну и так далее так далее так далее то есть я здесь не учитывая автомобили не учитываю оборонку вот на самом деле момент крайне интересный новая заказа на класс на товар этого класса в феврале сократились то есть мы в январе снова переписали исторический максимум и сократились но опять-таки повторюсь что причина роста заявок на пособие рождается вернее господи извините по заявок на новое новое заявки на за заказы вот это это этого класса товаров и расширение производства связано в первую очередь с конечно высокими розничными продажами мы видим что не в три раза выше с предыдущих выпусков мы это знаем сейчас мы еще это посмотрим на примере read book и конечно же это отрицательно реально процентной ставки высокие инфляционные ожидания то есть мы должны понимать что предприятиям ну понятно что все менеджеры изучают и бери там есть базовый курс финансовой теории входят в программу поэтому все прекрасно понимают теорию стоимости денег во времени поэтому взять час отрицательная под отрицательные процентные ставки деньги сделать товарю и продать его по более высоким ценам через какой-то срок очень даже привлекательно заработать дополнительную маржу вот это и продуцировала да то есть и было под спорем для того чтобы производственный цикл расширялся но мы понимаем что в цикле дефляции будут обратная история вот на втуна в на на февраль у нас новая зарядка снизились товарно-материальные запаса несмотря на это продолжили рост ну и не выполненные заказы начали замедляться то есть рост есть но он замедленный то есть производство начинает замедляться при этом мультипликатор запасы продажам чуть подрос потому что у нас запасы выросли больше чем продажи то есть продажи тоже начинают относительно запасов замедляться очень важные моменты то есть они пока локальная пока нельзя сказать что это тренд но какие-то первые намеки у нас имеются посмотрим как тут дела будут но это за это медленные показатели да то есть и не больше показывают зеркало заднего вида либо они отображают текущее положение дел на сегодняшний день пока рано выводы делать посмотрим что будет дальше но какие-то вот намеки на на фазу на вступление в фазу охлаждения именно цикла производства нас имеется вот композит поймая это предварительные данные за март по развитым странам но мы видим что в америке неожиданно кстати для меня в америке деловой цикл продолжил расти любопытно почему любопытно потому что цены космические цены на зарплаты космические фрес входит цикл ужесточения денежной критной политики но настроение остается положительно да стоит учесть что поймай это опросы опросы менеджеров поэтому это оценки до оценки на людей которые непосредственно соприкасаются да и являются участниками бизнес-цикла в штатах вот они оценивали что все ок и в марте мы продолжаем расширяться но вполне возможно чем черт не шутит в то же время в европе мы видим спад понятное дело потому что война на материке на на территории европы это всегда плохо конечно откровенно плюс просто сумасшедшие цены на газ и были в начале месяца но и на пшеницу в том числе на нефть ну то есть энергоносители и продовольствие продолжают претерпевать высоких темпов роста цен на эти товары мы сейчас еще увидим дела с сентиментом в марте тоже отвратительно с ну и япония немножко подросла даже выше 50 пунктов то есть снова как бы отменена рецессия да скажем так но опять-таки это еще не конечные данные только предварительно мы об этом узнаем уже в начале апреля что было действительно в марте пока что вот можно сказать что да какое-то замедление в европе есть но она незначительно и по сути она компенсируется вот ростом в америке и японии даже если так взять то в общем то все будет ну конечно не несовпоставимы ввп хотя япония тоже имеет просто колоссальнейший ввп она входят в четверку по моему даже ведущих стран да то есть америка китай я из и японии вот но вот да пока пока в марте все год момент любопытный с моим с моими оценками это авторская модель моя которая оцениваю деловой цикл в америке этот уже эту картинку я у себя публиковал в канале телеграм кто читает меня уже с незнакомые кто хочет по почитать приглашаю свою свою телегу ссылка в описании к этому видео модель строится по формуле количественного обмена но видоизмененные здесь параметры компонента я имею ввиду и что любопытно моя модель уже ушла но она нанесена на желтой областью с уберезовым кантом она ушла уже в зону рецессии то есть мы под нолем находимся при этом s&p 500 после резкого падения снт красная линия годовая динамика снг 500 мы начали в феврале возвращаться то есть есть не некая некая такой такой рост локальный ну и намечается картина которая соответствует 2019 году тогда также моя модель рухнула прям до первого стандартного отклонения белая линия дака что соответствовало началу рецессии да то есть замедлению делового цикла и в общем то это привело к ну как мы все уже помним кризису 20 года конечно кто же знал да что это будет связано с пандемией кто знал что это дело все просто залью за секунду день деньгами сейчас зале деньгами не получится потому что инфляция уже космическая об инфляции и влияние на экономику и на экономических агентов я уже не раз проговаривал не буду здесь повторяться вот то есть на мой взгляд феврале уже месяце ситуация предрецессионная и в принципе будущее да то есть если вы говорите о следующих месяцах я больше чем уверен что ситуация будет только усугубляться почему потому что у нас есть а расставок б у нас есть высокая инфляция цель у нас есть замедление роста денежной массы ну и так далее так далее то есть вот те условия которые подпитывал деловой цикл они на самом деле ухудшаются поэтому в общем то думаю что стоит ожидать худшего несмотря на то что это уже это уже сейчас происходит поэтому для меня было удивлением что деловой цикл в марте в америке немножко подрос но опять-таки это опросы поэтому народ может возбудился за счет ну не знаю например заказа военных либо еще чего-то то есть ну может просто ожидать что будет лучше как когда все утихнет ну и так далее ну и вот то что говорил еще один фактор который указывает на предрецессионное состояние это сентимент в европе настроение в европе настроение синяя линия это заев до экономик сентимент это настроение один в деловых кругах и пунктирно это настроение потребителей европейских мы видим марте резкий обвал обоих покупая показателей просто рухнули между прочим именно экономические настроения и настроения в деловых кругах почти упали до уровня 19 20 года вот на настроение консамер еще не дотягивая да вот до 20 до там вот 13 до кризиса вот кстати который был в европе да вот ну или до 2009 то есть но в общем-то резкий обвал конечно же это плохо почему ну понятное дело что резкий обвал связан с тем что у нас а война на материке б высокие цены ци цикл ужесточения денежно-кредитной политики ну и народ понятное дело заволновался и собственно почему бы нет волноваться есть причины для волнения конечно имеются но здесь то что мы рухнули то что это плохо для потребительских расходов ведь и будущего делового цикла конечно это факт поэтому я тоже считаю что этот показатель стоит отнести к сигналу до к сигналу к предрецессионному сигналу ну и показывал я ранее там недели ранее показывал данные по китаю китай тоже замедляется поэтому здесь стоит понимать что то что мы входим скорее всего в цикл рецессии которые просто необходим для того чтобы избыть сбить цены на комоды по-другому ты мы их не собьем и в целом инфляцию сбить сейчас невозможно без рецессии недельные данные вот то что говорил индекс ридбук это индекс розничных продаж частный индекс розничных продаж на прошлой неделе годовая динамика чуть сократилась около 12 процентов на 12 процентов выше чем годом ранее стоит отметить что база прошлого года уже повышается то есть собственно за замедление больше связано не с сокращением розничных продаж а именно с высокой с повышающейся базой прошлого года пик которой придется на лето прошлого года вот летом текущего года будет будут минимальное значение да то есть этот показатель будет и дальше в годовом выражении затухать тем не менее мы в несколько раз выше среднего значения до кризиса то есть средних годовых темпов розничных продаж до кризиса примерно было в районе пяти процентов сейчас выше десяти и обратите внимание крепость рынка труда новое количество новых заявок на пособие рухнул опять до 187 тысяч заявок это минимум из пятидесятых или шестидесятых годов по моему из шестидесятых то есть это там 60-летние минимумы рынок труда к нереально крепкий о чем говорит пауэлл давайте небольшой ток блоку да там уже идут идет блок по рискам который будет больше чем обычно пауэлл да говорит о том что рынок труда просто невероятно стронг да почему потому что то что я показал в начале блока заявок просто тьма тьмущая была и она остается хоть они за и замедляются да но тем не менее они остаются на высоких уровнях растут запасы товарная в америке причем по всем по всем направлениям я тоже в предыдущих выпусках показывал на структуру запасов да то есть это и в розничных сетях растут запасы и оптовиков и у производителей то есть намек на затоваренность рынка поэтому я считаю что в общем и целом пришло время для рецессии для того чтобы опусти опустили склады и то есть распродать запасы для того чтобы сбить цены сбить цены на сырье так скажем так окопаться на достигнутых экономических уровнях сбалансировать мировую экономику перенастроить все цепочки потому что скорее всего российский экспорт будет выпадать и потом уже новой волной двинуться к счастливому будущему поэтому здесь стоит понимать что вероятнее всего да мы вошли в этот цикл но о чем и говорят индикаторы которые я показал сейчас кстати еще и покажу с точки зрения фин рынков тоже есть интересные моменты мы понимаем да что на настроение потребительские и деловых кругах в ес это чревато снижением деловой активности снижением розничных продаж также кстати очень плохие настроения не обновил свой файл по мичигану вышли уже официальные данные по марту и сами согласно исследованиям мичиганского института университета у нас есть еще хуже данные вышли по потребительским настроением в америке чем в предварительных данных в середине месяца вот поэтому в штатах тоже ухудшаются настроение в целом есть некая затоваренность рынка я имею ввиду фаза перепроизводства в сша ну и ужесточение денежно-кредитной политики как такой мощный катализатор который просто придавит вот всех экономических агентов и начнется полноценная рецессия честно говоря хотелось бы верить чтобы она была почему потому что это ну как я уже и повторился это приведет экономику к некому балансу к новому балансу на достигнутых уровнях до которых доросло человечество в экономическом плане потому что пузыри на рынке у нас остаются пузыри в недвижке остаются колоссальные дисбалансы у нас остаются на мировом товарном рынке не только усугубятся в ближайшее время из-за эмбарго против российского экспорта то есть ну и так далее так далее вот поэтому думаю что нужно приготовиться наступит скажем так не тяжелые времена до будем честными мы не в начале двадцатого века да ну просто будет немножко сложнее чем было хотя опять таки давайте будем честными не всем потому что те кто работал и был активный я думаю что рецессия кризис это всегда новые интересные возможности за которые можно ухватиться переосмыслить свою деятельность свою жизнь и стать на новую какую-то колью возможно куда-то свернуть да вот даже может быть такое кардинальное решение но часто это все можно использовать даже себе во благо такие циклы вот ну и давайте мы начнем историю по оценке аппетита к риску блок будет пошире я туда еще включил ряд факторов которые на мой взгляд будут вам интересно потому что они были интересны мне ну первая картинка уже по традиции это фьючерсная кривая на на 30-дневные векселя на месячные векселя мы видим что спред уже дошел спрос здесь декабрь текущего года к апрельскому фьючерсу практически дошли до двух процентов то есть рынок полностью заложил и отыграл ожидания фрс фрс ожидает рост ставки до конца года до двух процентов ну там 119 но там около двух на самом деле если брать по консенсусу голосующих то два процента там реально консенсус то есть рынок уже это все заложил и вот теперь будет интересно что дальше то есть на мой взгляд рынок ставок может на этих уровнях стабилизироваться окопаться на стать там в затяжные боковики и ждать что будет дальше то есть ждать как будут себя дальше вести монетарные власти потому что даже взять того же павла он заявил вот на этой неделе было несколько его выступлений он заявил о том что ставки могут быть повышены гораздо быстрее чем нужно но чем чем ожидается чем оговаривалось могут быть экстренные собрания для этого баланс тоже может быть экстренно принято экстренное решение по сокращению баланса еще до майского заседания то есть ну я думаю что рынок скорее всего на этих уровнях начнет осматриваться уже потому что в общем-то те те прогнозы фрс уже заложены вот ну и мы видим да что фьючерсная кривая на на сегодняшний день синяя линия недели ранее серая снова ниже да то есть у нас все цены по всей длиной всей кривой всей фьючерсной кривой сокращаются то есть это на дальнейший рост ставок но мы все знаем да что исходя из альтернатив на финансовом рынке если цена облигации падает значит доходностью растет и наоборот почему потому что по новым аукционом доходности уже выше поэтому чтобы уравнять доходности чтобы на высококонкурентных финансовых рынках все все было скажем так равна равна выгодно да то есть нужно чтобы цены подешевели на вторичном рынке на вот иначе на на него не будет спроса на них на вторичном рынке на на облигации не будет спроса все будут ждать ну просто новые аукционы с более высокими ставками вот ну собственно здесь уже все понятно теперь будет интересно что дальше я имею ввиду что дальше как дальше будет реагировать рынок будет ли дальше углубляться краткой кривая фьючерсная до либо же нет с точки зрения коэффициентами золота синяя линия ничего не изменилось а вот доходности трыжаков просто рванули вверх и мы сейчас увидим что трыжаки подошли к очень важным уровнем да вот они там 20-летние уровни сейчас сейчас я еще это все покажу в блоке по рынкам трыжаки начали отыгрывать рост коэффициентами золота вот спустя год да то есть я просидел в тибете весь прошлый год закрыл его по убытку и просто я не досидел то есть то мое решение она была скажем так скоропостижным и вот наконец-то это все произошло но да отчасти убытки отбиты отбиты пести отбиты от опционами опционами отбиты тоже tbt у меня какое-то висело сейчас я уже не не в облигациях я все позакрывал теперь я планирую вообще купить lt но я так считаю что со временем все-таки доходности длинных трыжерис начнут снизу снижаться прайся снижение ожидаемой инфляции ну и прайся конечно же повышенный спрос на защиту то есть на длинные три железа вот думаю что это будет происходить но мы собственно сейчас увидим что инверсия там плюс-минус уже намечается инверсия кстати по моему между 30 летними и 50 метров желез уже уже было то есть мы уже увидели вот далее премия за риск ну космический рост он связан в первую очередь с ростом доходности длинных трыжаков инфляционные ожидания остаются ну и здесь надо еще учесть что закладывается сокращение баланса фрс которая конечно же связано с продажей облигации то есть с ростом предложения это же вес на денежном рынке америки что будет давить дальше на цены тоже и доходности будут расти дальше то есть это тоже просится ночь конечно же это в первую очередь по длинным трыжаком а по коротким по 1 на денежном рынке ну плюс минус доходности уже статичны они больше реагируют короткие облигации больше реагируют на решение фрс в общем то она уже известна на самом деле вот поэтому я бы не сказал что это рост премии за риск что это рост аппетита к риску скорее всего да это закладка в цену ожидания высокой инфляции но здесь стоит понимать что как так или иначе деньги выходят из трыжерезда из длинных тоже риска как я раньше говорил там в предыдущие выпуски что их нужно будет куда-то парковать пусть это будет локальная история кратковременная но это должно быть поэтому в общем-то отчасти я больше чем думаю до что рост снг 500 связан именно вот с перетоком денег оттуда вот туда вот она далее инфляционные ожидания мы видим что они продолжают нарастать темпы роста замедлились инфляционных ожиданий но так или иначе мы видим сейчас синхронный рост ржерезда в общем то на самом деле я думал что рынок будет быстрее реагировать на ужесточение денежно-кредитной политики и ожидаемая инфляция с длинными дюрациями до с длинными горизонтами будет снижаться но этого не произошло то есть рынок все равно просит высокую инфляцию на хотя я думаю что это не так потому что как вы уже поняли я ожидаю дефляционный цикл и синенькая линия будет снижаться что конечно придавит фонду однозначно пока что фондовый рынок подрастает сейчас мы еще технику с вами разберем ну и момент поставочка обратите внимание что спред между десятилетними и двухлетний метр жерез синяя линия продолжает снижаться да на неделе он нырнул и немножко застопорился но мы уже ниже 20 базисных пунктов то есть мы мы тяготеем к инверсии да то есть как я уже говорил по моему 35 лет уже на уже были в инверсии то есть длинный край уже начал загибаться то есть он более плоский вот скоро будет и инверсия уже по этим показать по по этим дюрация при этом доходности десятилетних корпоративных облигаций с рейтингом by double и это инвестиционный рейтинг да ну просто не три пола еда чуть пониже к десятилетним три желез резко начал падать то есть это говорит о том что вот вот это уже можно расценить как локальный аппетит к риску почему потому что идет рост доходностей как десятилеток такие три железда такие десятилетние корпоративных облигаций но рост доходности длинных тражерей быстрее чем корпораты то есть корпораты не распродают такими темпами ну наверное ввиду вот этой премии которая связана с фрс до всего распродажи баланса вот но я считаю что это положительный фактор в локальном и в локальной и интерпета в локальном его интерпретирование скажем да а ну и момент еще поставкам тоже важно ожидаемая инфляция красная линия и синяя линия вот спред 10 2 года тут казалось бы да по идее в цикле ажи роста ожидаемой инфляции по идее должен расти спред 10 2 года потому что премия ожидаемой инфляции в длинных трежаках должна быть выше но мы видим что спред снижается против роста ожидаемой инфляции пятилетний то есть вернее десятилетний да любопытно но вот именно это и связано с тем что мы находимся в цикле роста ставок мы сейчас вот увидим этот момент который был 2000 с 2004 по 7 год тогда правда ожидаемая инфляция не росла но но была на исторических максимумах да то есть показателя вот всего лишь истории с 2003 года то есть и спред сужался да то есть и он перешел тогда в инверсию то есть это было связано именно с ростом с циклом роста ставок то есть из-за роста ставок у нас спред сужался ожидаемая инфляция оставалась высоко и вот кстати этот цикл на ну мы видим да вот красная линия это псе это инфляция спроса по потребительским расходам и синяя линия это ставка мы видим стремительные рост ставки который привел да вот к тому что мы увидели вот такую вот такой как колоссальный шиспад на сегодняшний день такая же история даже она еще усугубляется ростом ожидаемой инфляции то есть на мой взгляд вот это вот это вот эта дивергенция это вот стакфляционное настроение чистейший ну и вот кстати только картинку которую я вам показываю это картинка которая объясняет что такое нейтральная ставка нейтральная ставка это ставка равна инфляцией спроса то есть инфляции по расходам то есть когда кредит стоит там условно 0 дату если взять реальные деньги то при яме ввиду при прочих равных понятно что цена кредита для разных нужд разное естественно вот но само понятие следующие до что нужно поднять ставку до уровня поясе инфляции дорогу то есть до уровня инфляции спроса инфляция спроса в районе 37 процента если мерить ее пост по спросу именно гораздо выше данную почти уже в два раза выше чем таргет то есть двухпроцентный который мерит который нам транслирует фрс вот поэтому нужно повысить ставку в чистом виде до 37 процента ну условно до 4 да конечно же при росте став цикле росте ставок у нас деньги будут дорожать инфляция спроса будет снижаться то есть те прогнозы которые фрс нам транслируют о росте ставки до 2 и 8 процента в следующем году они в принципе наверно вписываются вот в парадигму что там встретятся вот ожидая инфляция спроса и там встретится ставка то есть на мой взгляд в 2 и 8 процента это выше уровня 2006 года вот и мы входим в этот цикл сейчас мы еще посмотрим технику по доходностям десятилеток цикл серьезно на самом деле там есть на что посмотреть народом и подытожим этот выпуск то есть господи выпуск народ давайте подытожим блок на самом деле мы видим что фрс настроены очень серьезно в своих решениях и ставочка будет повышаться и будет повышаться вот до двух и восемь процентов в следующем году даже может и выше нужно смотреть как будет себя вести инфляция спроса на которой ориентируется фрс исходя из динамики ставок да на финансовом рынке америки финансовой системе американской можно сказать что рынок готовится к рецессии рынок готовится к замедлению темпов роста экономики даже даже скорее всего это перейдет сокращение до ввп возможно но могут и удержать немножко выше то есть темпы могут быть там до 1 процента в год да то есть там 0 5 будет ну и так далее это можно уже констатировать как рецессию просто это не не цикл сокращение экономики цикл значительного его замедления практически стационарность да вот если так выразиться а вот но об этом говорят спреды об этом говорят вот эти дивергенции которые я вам показал между ставкой ожидаемым между спредами ожидаемой инфляции вот если говорить о метриках обедиток риску то они в принципе стабильны в общем-то снг 500 пока не падает да то есть мы видим что на самом деле там сокращение снг и снижение снг 500 было вполне себе очень скромным но опять таки я не ожидаю что снг 500 будет расти дальше я не ожидаю что цикл роста вообще продолжится в ближайшие там я не буду говорить о каких-то там пятилетних сроках да но ближайшие несколько лет точно ну и давайте поглядим на рынке что там у нас первая картинка как я и обещал эта техника по доходностям десятилеток обратите внимание что мы подошли к важному тренду трендовой диагонали которая началась у нас с 2000 года то есть вот цикл снижения ставок с 2000 года и мы снова пробуем пробиться то есть в 2019 году пробой был отменен из-за нового вид как юге которая у нас закончилась ну просто царь кью еда которая была у нас на протяжении последних двух лет вот и на сегодняшний день мы выполнили выполнил выполнили кстати вот локальный зигзаг abc да и мы ткнулись верхнюю границу как восходящего канала таки трендовой диагонали вот я считаю что исходя кстати вот из того что я ожидаю что рынок окопается скорее всего на 1 достигнутых уровнях вот уровнях именно доходности вполне возможно что здесь начнется некая коррекция она может стать боковой и она может продлиться длительное время то есть там полгода и так далее да почему потому что цикл роста ставок у нас вполне себе обрисован очерчен да и он будет продолжаться то есть я думаю что на долгосрочном отрезке рост продолжится там выше 3 3 5 4 и так далее то есть я думаю что это будет там но опять-таки мы должны понимать как будет себя вести рынок в цикле сокращения баланса то есть хватит ли трижерис нам на балансе фрс чтобы отбиться от того спроса который точно уже наметился на длинные трежаки то есть это вопрос я думаю что на первом этапе они отобьются что и перед знаменует да вот тот боковик ту коррекцию которую я проговорил и после чего доходности дальше продолжит свой рост интересный момент чистая спекулятивная позиция по s&p 500 по фьючам по яминник естественно торгующийся на семье обратите внимание резкое снижение просто обвал обвал чисто спекулятивной позиции стоит понимать что часто минимумы рынка приходились на максимумы цены вот это важное замечание то есть мы видели ли мы видели максимумы позиции на минимумах рынка и видим обратную картину поэтому намек на то что s&p ставит high и в общем-то s&p на мой взгляд должна еще значительно подешеветь не жду я там схлопывания там опять-таки до уровня двадцатого года до там кризиса и так далее но скажем так откорректировать там половину роста с двадцатого года мы вполне себе можем поэтому момент на мой взгляд наступает но он еще не наступил как только мы окажемся но скажем так в районе хотя бы девятнадцатого года можно будет говорить о том что можно ожидать снижения конечно идеально идеально увидеть вот на красной линии да то есть лои там седьмого года двадцатого года либо же пятнадцатого года либо же одиннадцатого года вот это интересные уровни пока что есть только намек но намек очень серьезный потому что снижение просто очень стремительно обратите внимание такое стремительное снижение было вот например 2016 на последнем хай рынка да вот ну надо посмотреть будет да когда все будет отыгрываться но уровни должны быть глубже то есть я пока не утверждаю что мы снизимся с точки зрения техники мы пробили вот вот такой восходящий фрактальный каналчик он коррект под коррекционную волну было был очерчен мной вот и мы вошли важную зону да здесь мы касались один касания 2345 раз мы были в этой зоне это 6 вот если мы пробьем все таки там выше 4 600 то вероятнее всего рынок будет штурмовать историческим максимум это 4800 и это это уже пройдет какое-то время накопится еще больше данных мы увидим что дело это моя позиция да то есть моя я меду чистое спекулятивное что делают спекулянты как характер поведения мои позема и его индикатор этого и мы увидим неплохо было бы увидеть данные для моей авторской модели оценки делового цикла в сша если продолжаются продолжается углубление моей модели позиция спекулянтов снижается дальше то это условия для полноценного полноценного снижения рынка то есть для настоящей волны да то есть которая будет гораздо мощная чем первое вот было бы неплохо это увидеть там выше 4800 чтобы были по интереснее уровне для продажи пока что я не в шортах у меня остаются там какие-то минимальные опционы и путы на сипу и и nasdaq я их трогать не собираюсь пусть они болтаются там на самом деле они были копеечными и там уже половина этой копейки уже в убытке поэтому пусть висят вот у меня было спиксу я его закрыл после пробоя ну как я говорил что если мы пробьем там район 5000 то нужно будет закрываться то есть и так я и поступил вот момент по доллару моя авторская модель оценки доллара которую я тоже публикую эту картинку в телеге в своей моя авторская оценка по под подрастает она находится в растущем тренде осциллятор на модель тоже сокращается но еще ниже 0 то есть на мой взгляд пока что лонг не отменяется просто рынок приходит в себя стабилизируясь окапываясь на достигнутых уровнях о чем я кстати говорил там в последние две-три недели чистая спекулятивная позиция остается пониженная отошла от своих максимумов исторических кстати что тоже очень положительно то есть в общем-то характер вот моих мое мнение да и характер моих индикаторов говорит о том что рынок просто окапывается на достигнутых максимумах и если посмотреть с точки зрения тех анализа то в общем то да мы находимся выше годовой средней мы находимся выше трендовой диагонали мы находимся выше предыдущих айов ну и просто мы накапливаем да то есть мы накапливаем силу для следующего марш-броска в район там 100 101 и попытаться штурмовать там 103 104 максимум и по моему семнадцатого года и максимум и двадцатого года вот я считаю что пока мы выше 97 то в принципе отменять лонг я бы не стал тем более неоднократно повторяю что у нас есть моменты которые прямиком указывают на дальнейшее укрепление доллара на распределение чистых распределения спекулятивных позиций по валютным фьючерсам на семье выглядит следующим образом резко повысилась повысились бычьи настроения по канадцу видимо все возбудились на растущую нет сейчас мы еще нефть посмотрим также небольшое повышение по австралийцу здесь кстати вот снижается да вот медвежья позиция но мы видим что австралия растет и медь тоже не падает что тоже важно для оценки австралийца по поводу новозеландца не небольшой откатик после резкого всплеска ничего серьезного немножко подросли бычьи позиции по евро снизились по японцу но он падает понятное дело и скорректировались по швейцарству кстати здесь ничего интересного интересно это канадец да то есть вот возбуждение насчет нефти но опять-таки позиции все ну такие около нулевые скажем тогда то есть возле на 0 все крутится то вверх то вниз то есть больше это говорит о том что народ мечется да не понимает что делать дальше по золоту у нас объемы к сожалению gold hub перестал почему-то публиковать недельные объемы недельные потоки золотые фонды не знаю почему но я использую свои оценки динамика объемов в и тф на прошлой неделе относительно позапрошлой немножко сократилась то есть но тем не менее на самом деле объемы достаточно высокие остаются чистая спекулятивная позиция на комиксе тоже немножко сократилась но выше годовой средний да то есть рынок немножко замедлился скажем так но опять-таки на мой взгляд все условия для дальнейшего роста имеется что приятно что радует глаз да как это человеку который держит бычьи позиции по золоту продолжает расти фьючерсная кривая то есть очень важный момент потому что например когда у нас был рост фьючерсной кривой в начале февраля и в конце января я говорил что скорее всего будет рост тогда я ожидал 1920 но тогда я не ожидал что россия нападет на украину и в две и в осенью была обратная история фьючерсы задрались при этом спред оставался в боковике я говорил что это просто пузырь локальный то есть это ну какая-то спекулятивная история так оно и получилось на сегодняшний день с предпродолжает расти фьючи под фьючи подавлены то есть я считаю что рынок должен продолжить расти солото должно расти дальше есть для этого в принципе все условия высокая инфляция геополитический риск и макроэкономический риск то есть собственно все все то что любит да есть конечно история с ужесточением денежно-кредитной политики но давайте будем честными эта история скорее всего будет влиять уже под конец года почему потому что на сегодняшний день избыточные резервы имеются имеются но мы видели огромные избыточные резервы в сделках рэпа обратных до в сторону фрс вот поэтому денег много и собственно сокращение баланса на сегодняшний день ближайший квартал не повлияет на рынок то есть это повлияет в целом на экономику америке в долгосрочной перспективе то есть я имею ввиду долгосрочное понятие относительно я имею ввиду там в разрезе там до пяти лет да там грубо говоря вот и сезонность на сегодняшний день такая же статичная и тягучая какие котировки золото но вот под конец марта такая есть волна роста да то есть мы входим в эту в этот цикл волны роста до начала апреля в общем то можно посмотреть если посмотреть по котировкам то тоже да конечно все это выглядит не шибко красиво но коррекция с пиков да то есть я думал будем пробивать уже исторические максимумы но нет коррекция с пиков если мерить вот от начала волны роста да она уже 62 процента к сожалению сделали зигзаг практически добили но добьем его на 1980 например да и вот там будет любопытно то есть там у меня отмечена какая-то зона я уже не помню что это значит важно раз она отмечена и если мы будем проходить 980 значит зигзаг переходит уже в импульсную волну и тогда мы увидим дальнейший рост с возможной попыткой перри переписать исторические максимум то здесь нужно последить за 980 на рынке медиа скукота полнейший ничего там не происходит чистая спекулятивная позиция мечется не знает куда себя деть из любопытного у нас фронтальный спред уже перешел в медвежью зону то есть баквардация у нас переходит в контанга что очень положительно потому что это говорит о начале скажем так нормальной фазы рынка то есть мы были перекуплены достаточно сильно его теперь мы нормализуемся вот что ли что еще интересно что еще интересно у нас дивергенция до имеется вот в сторону медвежьего рынка то есть сторону снижения и сейчас мы посмотрим по тех анализу в общем-то намеки тоже есть полностью проигнорирован цикл снижения ну локальный цикл снижения до конца марта но на сегодняшний день не раз уже повторялся сезонность на сегодня это понятие не шибко надежная потому что рынки находятся ну как и мировая экономика находится просто в нереальном в нереальных аномалиях да то есть в дисбалансах и так далее так далее вот поэтому стоя здесь понимать что сезонность может нарушаться но поэтому мы собственно сейчас ее нарушили если посмотреть на сезонность более далеко да то в принципе вот обратите внимание до конца апреля вообще бычий сезон то есть вот такая история даже вот там потом еще одна волна до начала мая и потом только в мае начинается до июня снижение но опять-таки до история у нас чуть-чуть другая на сегодняшний день запасы на на лондонской бирже металлов остаются крайне низкие там минимум и за пять лет на комиксе запасы тоже крайне низкие то есть в принципе запасы распродали до запасы распродали распродали на высоких ценах с точки зрения техники у нас момент интересного да мы сделали вот зигзаг да и на сегодняшний день мы скорректировались вниз и теперь у нас как коррекция уже коррекционной волны прочь почти сделали 62 процента ну и если мы пройдем вот поддержку в районе 467 то рынок скорее всего пойдет следующую волну снижения которая закончится в районе четырех долларов то есть ну опять таки я считаю что рынок входит мировая экономика входит в рецессию поэтому спрос на на комоды будет понижены естественно вот ну и кстати снижение рынка нефти должно сопровождаться снижение снижение рынка меди равно снижение рынка нефти тоже интересный момент по рынку нефти кстати мой скоринг достаточно на сегодняшний день я уже не раз утверждал что мой скоринг выбивается из всех из всех оценок потому что рынок аномален да действительно такое же было в момент отрицательных цен рынок уже то есть скоринг уже рисовал рост но роста и не предвиделось потому что рынок был просто в в разобранном состоянии сейчас такая же история но в разобран другую сторону да скажем так вверх но на следующей неделе у меня остается в нейтральной зоне скоринг то есть продолжение бокового тренда любопытно форвардная кривая WTI кстати картинку публикую по четвергам в телеге кому интересно следите смотрите форвардная кривая WTI сократила резко и сильно бэквардацию но все равно ниже восемнадцатого года фронтальный спред тоже сильно сократился базис под 0 остается достаточно в нормальном положении скажем так запасы в кушинге немножко подросли то есть в общем-то рынок приходит в себя но все равно остается в аномальных в аномальное положение в аномальной ситуации в моей моей метрики не не стандартной скажем так далее фронтальный спред уже дневные данные сверху WTI снизу бренд мы видим что спред у нас в пятницу снизился при росте при росте фьюча также также но в меньшей степени и по WTI то есть тот выброс сцен который у нас был на атаке нефтехранилища рамка это был финал вот в данной коррекции на мой взгляд поэтому я считаю что коррекция по идее завершена на рынке нефти и нас ждет по идее разворот ну давайте с фронтальные спреды позиции по фронтальным спредом которые я показал да на вторник у нас рост продолжение роста спреда по бренду и ну такой небольшой рост по WTI в общем то ничего интересного на самом деле по сезонности вот здесь более интересно вспомните момент по по меди да примерно там одинаковая сезонность ввиду корреляции между этими рынками и здесь стоит понимать что до начала апреля у нас идет рост по идее но 31 марта у нас заседание по плюс мне непонятно они снова проигнорируют да то есть эти пара проблемы которые связаны с физическим рынком или же они все-таки хотят действительно рецессии чтобы было на кого спихнуть да то есть кто виноват в ревре в рецессии апрек плюс вместе с россией отлично то есть мы себя сбросили всю ответственность то есть мы это западные страны то есть опять-таки не совсем понятно но по но по моему это тоже тумач со стороны апрек плюс чистая спекулятивная позиция по фьючерсам и нефти нефтепродукты немножко отросла на прошлой неделе но остается на на очень низких уровнях да то есть мы рынок растет против против мнения толпы скажем так да и причем это снижение это не шартовая позиция это слабость именно быков шартовая позиция и так минимальная то есть они не растут открытый интерес в это плюс бренд продолжает снижаться народ написал что есть мнение что снижается открытый интерес из-за повышения го в частности локально я соглашусь до что да действительно вот последний вынос повышения го снижение этого интереса все вписывается но куда девать предыдущий год снижение этого интереса то есть так кого было стабильным здесь то есть этого не было поэтому до вероятнее всего снижение интереса к рынку нефти в первую очередь связано с неопределенностью ну и последнее время вот резкое снижение это связано скорее всего с повышением кого техническая картина дошли до 62 процентов добили дальше 129 здесь последний редут 78 процентов но вот на мой взгляд мы уже к ну какой-то минимальный задел сделали да то есть мы сделали то минимальную волну роста и вы нас пятницы все таки по моему это был финал финал перед снижением но мы посмотрим что будем что будет делать а пак наверняка сейчас будет много слухов просачиваться ну канада у нас объявила что добавить 300 тысяч до конца года также американцы думаю будут добавлять но это не спасает положение дел конечно нужно чтобы пак развалилась и начали все качать тогда все будет окей ну это еще и наложится на рецессию и нефть сложится там опять-таки в три-четыре раза вот ну что здесь нужно здесь нужно посмотреть опять-таки за 124 дальше 129 снизу нужно посмотреть там 112 с копейками там посмотрим как будет пробиваться об тренда вот на локальных на локальных таймфреймах рынок газа у в америке он уже пока практически становится профицитным сезонный фактор то есть теплеет потребление газа сокращается о чем нам просит министерство энергетики сша запасы и продолжают изыматься но уже более низкими темпами там по 50 кубических метров в неделю то есть ним небольшими партиями фронтальный спред уже идет вниз углубляется да то есть у нас рынок переходит в медвежьей в рынок переходит в медвежьей вообще в целом фронтальный базис у нас кстати остается под нолем тоже на говорит о том что нету дефицита история с фронтальным спредом у нас растущая то есть мы видим что спред потихонечку подрастает но он в медвежьей зоне то есть все у нас фьючерсная кривая по он по газу перевернулась она выпуска на образование нормальная вот с точки зрения сезонности интересный момент у нас сезонность если взять за последние 30 лет она бычья и она бычья вот вплоть до лета но если взять 5 и 15 лет то плоская динамика скорее всего да но и здесь стоит понимать что на самом деле сезонный фактор уже уходит то есть я имею ввиду зима до топительный сезон уже уходит и скорее всего вот то напряжение которое было осенью которая происходила вот в феврале в начале марта она тоже стухает падают цены кстати и в европе на на газ то есть да проблема есть энергетики но скорее всего она перенесется уже ближе к осени когда будет не будет идти сезон накопления в хранилище мы уже будем видеть а сколько накопили а заменил ли катар российскую нефть а что делает норвегия а справляется ли америка кстати америка заявила что обеспечит полностью европу спг удивительно посмотрим что это будет вот поэтому я не не берусь говорить о том что мы точно отыграем вот эту сезонность с точки зрения потоков до чисто спекулятивная позиция тоже остается очень низкая покупатели спекулянты не торопятся покупать при этом недельные цены подошли уже к уровням осени да то есть недельные цены достаточно высокие экспонента то есть я имею ввиду отклонения среднего значения тоже подрастает но к значимым уровнем пока не дошло с точки зрения тех анализа на 5 8 вполне себе уже просматривается да мы пробили локальный восходящий канал ломаем вот 55 важный уровень два раза касались третий раз сейчас мы его коснулись и на дневном графике мы его пробили то есть мы за зафиксировались выше ну конечно желательно пробиться выше 5 6 из за и зафиксироваться там потому что все таки есть повыше теперь у нас . но посмотрим до два раза отсюда вы упали 3 если нет значит 58 и дальше рынок попробует если пройдем 58 дальше рынок будет пробовать штурмовать реально вот 5 6 и 4 на вот отметку которая является максимумом осени 21 года честно не вижу причины сейчас сейчас это делать брать штурмом до эту отметку потому что все таки данное действительно сезон неподходящий то есть вероятнее всего от 58 уже будет снижение тем более метрики не указывают на силу рынка также как и сезонный фактор я имею ввиду завершение отопительного сезона и также как и запасы в америке и между прочим цены в европе завершаем пшеничкой чистая спекулятивная позиция по пшеничке боковая то есть пока без изменений но выше ноля фронтальный спред продолжает снижаться дивергенция уже прилично на самом деле и сезонный фактор мы полностью нивелировали но мы слышим от гутерриша это председатель оон о том что голодные годы нас ждут мы слышим от макрона о том что нас ждут голодные бунты продовольственные бунты то есть но это все уже витает в воздухе при этом пшеничка не растет не растет все ждут пассивную пассивная будет в апреле в украине в россии посмотрим как будут дела обстоять с пассивной пока что да вот локально цена слабеет и слабеет сезонно да то есть мы видим что по идее пшеница должна была упасть но она держится и если посмотреть по 37-летней сезонности дата ну вот даже так вот до июля до до июля у нас медвежий сезон ну хотя бы до начала мая то есть еще апрель полностью есть ну и с точки зрения техники на мой взгляд есть два момента либо пробой 1040 и тогда надо будет померить да ну в принципе даты до 880 ничего не мешает нам упасть либо же проход 1160 и тогда движение 1200 1240 на 1200 у нас 50 процентов от всей волны падения да вот с исторических максимумов и 1240 62 процента то есть я думаю что вероятнее всего вверх потом вниз хотя но не факт что ну опять-таки на чем сейчас падать до кроме как на сезонности но учитывая действительно вот тон огнетания в сми которая вокруг голодных бунтов вокруг цен на продовольствие вообще уровня цен мирового плюс у нас дорожает нефтепродукты что что естественно участвовать как сборе уважая в пассивную транспортировки то есть по идее надо должно перекладываться дальше в цены на сам саму продукцию то есть это все по идее как бы за дальнейший рост но мы понимаем что рынок это ожидание и иногда рынок ходит ну как иногда почти всегда ходит против этих самых ожиданий ну что ж друзья давайте теперь подытожим наш выпуск народ ну как вы поняли настроение у меня скажем так позитивное но ожидание негативное почему так потому что я считаю что те дисбалансы которые накопились мировой экономики их нужно все стабилизировать нивелировать убрать удалить и так далее они от они отзываются до пузырями на финансовых рынках они отзываются высокими ценами они отзываются перепроизводством в цикл реальном секторе и так далее так далее то есть на мой взгляд пришло время получить цикл здоровой очищающей рецессии которая наконец-то стабилизирует все эти балансы приведет в порядок финансовые рынки очистит финсистему от токсичных компаний и так далее так далее этого не происходило 20 лет то есть последний раз это все было в начале двухтысячных после этого было несколько но череда к юге которые просто топили в деньгах да вот эти все проблемы и эти проблемы никто не девались они просто накапливали складировались и теперь их очень много поэтому я считаю что в это время пришло и в общем-то цикл рецессии ну желательно мягкой рецессии конечно даже был бы неплохо вот есть ряд позиций которая уже сигнализирует то есть ряд индикаторов которые об этом сигнализирует я вам их показал поэтому я считаю что это должно произойти уже в этом году даже я не удивлюсь если там в ближайшее время там начинается апреля-мая и уже мы начнем проваливаться в рецессию вот конечно это отзовется на рынке товаров и фондовом рынке снижением но опять-таки если цикл будет рецессии мягкий то есть постепенный да то в общем-то но шибкого там провала ждать я бы не стал стоит вспомнить цикл на фондовом рынке америки с 2000 по 2010 это 10 лет боковика такого размашистого то есть рынок в принципе не падал он просто оставался вот в накоплении перед такой огромной экспонентой которую мы получили за последние там 13 лет рынок вырос там полу в 4 или в 5 раз вот поэтому я думаю что это время наступает и фаворе скорее всего будет золото хотя тоже спорная спорный момент но на первом этапе скорее всего золото будет фаворе ну я думаю что доллар будет оставаться фаворе я думаю что товары будут снижаться фондовый рынок будет снижаться облигации на каком-то уровне 3 3 жира начнут на них появится спрос и доходности будут снижаться то есть цены будут расти поэтому я рассматриваю собственно покупку телки пока я прицеливаюсь то есть я подумаю где это правильно сделать и ну я еще не выбрал не время не место где-то сделать вот на сегодняшний день я продолжаю держать шарты по нефти и газу я продолжаю у меня теперь есть большой портфельчик кросс-курсов все вишек в основном это против японца кстати я уже закрыл свою длинную позицию по я по доллар японец сейчас я перевернулся но это у меня делается коламина фьючина фьюч это косвенные пары то есть японец доллар вот у меня есть шартовые позиции тоже путами по австралийцу канадцу на фьюч и есть длинная позиция по евро но она у меня перекрывает длинную позицию по доллару юпи это и тф канады x вот есть небольшие шарты по меди есть лонг газа и то есть лонг долон газа у меня есть кстати перекрывает колд но там минимально и есть лонг серебра и лонг золота лонг золотая юва серебро колами я сделал вот есть лонг пшеницы незначительные там буквально вообще кстати у меня есть лонг по урану я взял уран там недели две назад вот держу его да наверное это и все на сегодняшний день больше нет а и два шарта но это тоже там незначительно по 8 500 и по nasdaq по фьюча но там копеечные позиции я даже на них не обращаю внимание сейчас вот это и все то что я сейчас держу но прицеливаясь вы уже сами поняли да это японец это там не знаю золото там ну и так далее вот спасибо друзья всем за вашу помощь за вашу поддержку очень приятно что все-таки моя деятельность кому-то важно будем на связи до встречи на рынках пока пока а